Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 17 июля 2020 года. Не так давно я сняла небольшой сюжет. Мужчина мне прислал с Украины глина на Азовском море, откуда взялась. Вот он показывает такой обрыв глина. Внизу находится отложение моллюсков, кальций. Здесь было дно моря, а сверху чистая глина. Далее берег. Пологий к Азовскому морю. Вот такой обрыв получается. Вспомнили, да, это видео? Так вот, сегодня я просматривала свое любимое кино, одно из любимых советских фильмов «Неуловимые мстители». И что я там заметила? Я там заметила вот то же самое. И к какому выводу я пришла, сейчас я с вами поделюсь. Я хочу вам показать одно место из этого фильма, где конкретно есть глина, засып такой странный. Ну, я искала информацию по фильму. И конкретно вот по этой погоне, там, где едут за каретой, скачут за каретой «Неуловимые», в карете сидит Гринька. И вот этого места, где конкретно это снималось, точно я не нашла информации вообще нигде, никак. То есть говорилось о чем угодно, кроме этого места. Хотя снималось где-то и на Украине, и в Ялте, и в Новокаховке. Ну, мое такое впечатление, что эти конкретные съемки, они где-то похожи на… также на Азовское море. Качество съемок не очень хорошее. Ну, и фильм, в принципе, старый, и снимала я на смартфон. Самое главное – показать идею. Вот побережье. Я предполагаю, что это или Лиман, или Азовское море. Скачет по холму, вот там «Неуловимые». Здесь у нас в карете Гринька едет. Что у нас там дальше? Вот мы видим, как будто подрезанный холм. Красная, похоже, все-таки на пескоглину, дорогу. У меня такое ощущение, что это наплыв, а здесь выравнивали как будто бы огромными грейдерами. Пескоглина или глина. Сейчас увидим получше. Вот этот мост. Это однозначно наплыв. Вот наплыв, который на каком-то моменте остановился. А дальше у нас плоскость идет, переходит в воду. То есть вода, вот она плавная сюда. Вот они едут по кромке берега. Опять глина. Она здесь обвалилась, а частично заросла. Не так давно. Вот кромка берега, дорога, глинистая, желтая. Здесь тоже глинистая, желтая. Вот они, овраги. Здесь даже не заросло, потому что сухо. И вдали некая деревня. Возможно, это Новая Каховка, но не похоже, что там был какой-то берег рядом. Опять глина или пескоглина. Вот здесь лучше видно то, что этот наплыв. Его как будто бы лапами сгребали, а потом вот здесь вот все убирали под дорогу. Вот эти вот холмы. Вот это все наплыв. Наплыв искусственный. То есть это неприродный. Это вот он раз и в какой-то момент создался быстро. Это не десятилетия, не века никакие. И потом его здесь почистили под берег. А здесь уже пески. Это уже снималась другая сцена. Здесь уже конкретно пески. Это со второй серии, где аэроплан. Где они гоняются за аэропланом. Вот еще одна подсказка. Кадр, где они набрали чистые глины именно. Без всяких примесей. Здесь очень хорошо видно. То есть прессованная чистая глина, которая раз и обрушилась. Итак, эта подсказка – это еще один фрагмент того, как образовывалась эта глина, что это наплывы, что это искусственные наплывы, что были точки сброса, и она густая такая рассекалась, и она контролировалась. В какой-то момент ее останавливали, и потом вот подгребали, делали дороги. То есть производили какую-то искусственную формацию местности. Это то, о чем говорит Кунгуров. Вот в этом смысле я с ним полностью согласна, что здесь присутствует у нас третья сила, которая после зачистки людей, после катастрофы создавала некий, помогала большой, огромной техникой, которой вот у этих людей никак не могло быть. На лошадках они скачут, а дорога расчищена огромными машинами. То, что это не было сделано в советское время, говорит о том, что холмы уже покрыты зеленью, скудные, правда, зеленью, но покрытые. То есть это где-то в районе 70 лет прошло. 70, 80, 100 лет на момент снятия фильма. Фильм снимался в 1966 году. Вот такая находка, такая подсказка от фильма «Неуловимые мстители». Благодарю за внимание. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. С вами была Галина Конышева.